Прекрасное облако, блин, Zoom — это прекрасно. Реклама Zoom лишний раз. В общем, всем доброе утро. У нас некий такой новый формат. В основном мы выходим в три часа, да, и общаемся где-то днём. А сегодня у нас такой вот завтрак, бизнес-завтрак, в общем-то, от человека, кто придумал бизнес-завтрак и вёл его в нашу индустрию. Привет. Меня зовут Антон Верт. Это «Позитивный бизнес. Интервью с предпринимателями, с людьми, которые меняют мир в лучшую сторону». И сегодня у нас в гостях Роман Дусенко. Человек, я прям перечислю, да, человек, который 20 лет являлся… Нет, не 20. В общем-то, лидер банки, предприниматель и менеджер со стажем более 20 лет успешного опыта работы в крупных российских международных банках. То есть 20 лет – это банкир только, да, получается? Ну, последние, можем так сказать, что да, именно столько лет я посвятил банковской отрасли. До 2000 года, соответственно, предприниматель. С 2000 года или там с 98-го – это банкир. И с 2014 года, в общем-то, бизнес-тренер, коуч и мотивационный спикер, а в нынешнее время еще и бизнес-архитектор, человек, который строит стратегии, помогает крупным и некрупным компаниям в этом нелегком деле. Здравствуй, Роман. Да, привет, Антон. Привет. Доброе утро. Каждый раз, когда мы встречаемся, ты мне дашь какой-нибудь подарок, и это так приятно, вот поэтому можно считать, что сегодня тоже очередной твой подарок. Я бы хотел бы что-нибудь тебе подарить, но только онлайн и без контакта. У меня к тебе первый вопрос, который меня, вот я изучал твою страничку, изучал вообще тебя в интернете, о тебе очень много информации, и ты очень разноплановая личность, у тебя очень разноплановая деятельность. Расскажи, пожалуйста, вот на чем ты сейчас, твой фокус внимания, в чем ты сосредоточен, что актуально и чем ты сейчас конкретно занимаешься, чем говоришь? Слушай, ну все очень просто на самом деле. Я очень глубоко и однозначно понял о том, что основа успеха любой корпорации, любой там организации, все, что угодно, это человек. То есть вот не бывает организации, бывают люди, не меняются организации, меняются люди. И для меня очень важно применить все знания, которых у меня, слава богу, достаточно много, как теоретических, практических, там, из корпоративного менеджмента, то есть корпоративный менеджмент, корпоративное управление, стратегический менеджмент, операционный, в жизнь человека. То есть, по сути, мы берем инструменты, которые зарекомендовали себя в корпоративной практике и одеваем их на человека. И так появляется понятие персональная стратегия. Тут, конечно, меня сейчас покидают помидоры разные психологи и коучи, все остальное там. Ребята, я нисколько не прихожу на вашу сторону, занимайтесь своим делом. Я тоже являюсь коучем, я так считаю себя. Я, знаешь, такой коуч-наставник-ментор, да, где, опираясь и на то, что человеку нужно, и то, о чем он говорит, подвести его к разным идеям. И в то же время дать возможность, что, скажи, вот смотри, я сейчас выхожу из позиции коуча, я сейчас как бы захожу в позиции наставника. Я тебе расскажу свой пример, я тебе расскажу, как это другие компании, а ты можешь уже выбирать. Вот поэтому основа – это человек. Значит, первое, чем я занимаюсь, самое главное – это персональная стратегия человека. Дальше от этого, дальше все. Если это человек отдельный, приходит ко мне, вот, например, руководитель крупной компании и говорит, слушай, я хочу понять, куда мне вести компанию. Это бизнес, направленный на человека. А потом говорит, слушай, мы с тобой разобрались, ты мне помог, куда вести компанию. Теперь я хочу, чтобы то, что в моей голове, точно так же появилось в голове у моих коллег. Это уже называется командный коучинг. Здесь берешь такой инструмент, как стратегическая сеть, когда ты передаешь информацию из человека, когда команда начинает понимать полностью все то, что ты делаешь, и разделять. Ладно, окей, мы верхушку сделали, то есть человек главный понимает, верхушка понимает. А что делать со всеми остальными? Они говорят, слушай, а мы хотим, чтобы каждый человек разбирался, понимал, куда идет наша компания. И тут появляется корпоративная культура. И вот когда все это взаимосвязано, когда все это строится на единых ценностях, появляется такой симбиоз. То есть, по сути, это все органично. Занимаясь человеком, ты, по сути, развиваешь компанию. Вот если четко сформулировать, я занимаюсь персональной стратегией человека, персональной стратегией человека в компании, стратегией компании, которую предполагает собственник, доведение этой стратегии через стратегические сессии до людей топ-менеджмента и создание понимания всеми людьми в компании через формирование корпоративной культуры, основанной на общих ценностях, ценностях собственника, топ-менеджмента и людей. Скажи, пожалуйста, а если в процентном соотношении, то чего больше у тебя запрашивают? Персональной стратегией или стратегической истории? Ты знаешь, так как понимание стратегической стратегии персональной – это достаточно высокий уровень осознанности, то мы к нему приходим впоследствии. Чаще всего люди говорят, слушай, мне надо срочно что-то с командой делать. Мне надо сделать так, чтобы команда начала идти в ту сторону. Или мы очень хотим, чтобы команда поняла, куда идти. Или мы очень хотим выработать вообще понимание, а что нам делать, куда идти. И вот первый запрос – это стратегические сессии. А дальше мы начинаем декомпозировать все, что мы разработала команда на стратегической сессии, уже вниз до сотрудника. Скажи, пожалуйста, а с какими ты компаниями работаешь? Это большие, там должно быть 200 человек, или там, не знаю, критерии от одного миллиарда, меньше миллиарда я не общаюсь. Слушай, ну вообще у меня нет никаких таких ограничений. Главное первое – у меня появилась возможность выбирать, с кем ты работаешь, с кем ты не работаешь. Это первое. Второе – мне очень важно понятие собственника. Что значит собственник? Вот, например, у меня есть уже… То есть, знаешь, клиенты, с которыми мы долго работаем, они, по сути, становятся товарищами. И вот есть у меня один Рустам Юлдашев, великолепный человек, руководитель и собственник логистической компании «Новини». Он пришел ко мне, мы с ним вместе учились в бизнес-школе «Скок». Он говорит, слушай, Ром, помоги найти человека, который поможет придумать корпоративный кодекс. Это было три года назад или четыре года назад, не помню. А мы говорим, а зачем тебе? И вот здесь вот начался такой вопрос, и мы выяснили, что на самом деле сейчас очень важно сформировать корпоративную культуру, привить компании ценности, которые бы… Вот что такое ценности, да? Ценности – это как бы мерило того, как ты поступишь в каждый конкретный момент. Помнишь это стихотворение Маяковского? Крошка, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо? Точно так же и в компаниях. Сегодня получается, что когда ты понимаешь, что такое корпоративные ценности… Вот мы с Рустамом очень простой пример приводили. Вот честность, да? Казалось бы, очень простая ценность. Но честность – это значит, ты должен честно показать, сколько это стоит. Ты честно должен сказать, когда груз прибудет. И честно должен сказать, какие риски ждут. Когда об этом говоришь, клиент проникается к тебе уважением и начинает совсем другие отношения между клиентами. Вот. Поэтому разницы между компаниями нет. Это могут быть и отдели люди, собственники, предприниматели. Это могут быть большие корпорации, финансовые корпорации «Открытие», с которой я работал. Сейчас мы очень активно работаем с Росгострахбанком. Вот буквально неделю назад закончилось обучение всего, всей региональной сети, руководителей регионов. То есть мы с ними сначала занимались личной эффективностью. Как быть эффективным? Как вот уметь распоряжаться с собой? Как достигать результатов? А потом мы с ними прошли такой глубокий курс менеджмента, в котором мы просто разобрали менеджмент по косточкам. И они говорят, боже мой, ну мы все это раньше знали. Но как это использовать? Вот теперь наконец-то получилось. Это раз. Сейчас я работаю над несколькими коммерческими предложениями, в том числе для разных крупных компаний. В то же время я буквально сегодня, вчера, стартанул акселератор, бизнес-акселератор. Мы делаем вместе с «Бизнес-успех». Это Дарья Сунцова и ее команда. Это уже будет третий мой акселератор, где я являюсь наставником. Это абсолютно моя такая волонтерская работа. Мы занимаемся, берем предпринимателей и помогаем им перейти из офлайна в онлайн. И вот вчера было мое первое выступление о стратегическом менеджменте. Насколько важна стратегия для предпринимателей. И буквально позавчера у меня уже были первые коуч-сессии, которые люди записывали, спрашивали. Абсолютно обычные предприниматели. Я с удовольствием консультировал. Есть такая возможность. У меня в Инстаграме есть тап-линк, где можно записаться на бесплатную консультацию. Я с удовольствием это сделал. Скажи, пожалуйста, про ценности. Ты говоришь о том, что не важно какая компания, важно, чтобы были ценности. Эти ценности, они едины всегда? Или ты их вытаскиваешь в каждой компании по-своему? Или у тебя есть свой список? Антон, ценности компании – это ценности людей, работающих в этой компании. Но сердце, как бы так сказать, сердце этих ценностей – это представление о жизни самого собственника. Или, если это крупная компания, то топ-менеджмента и генерального директора. Для того, чтобы понять, какие у человека ценности, достаточно, можно там это сделать очень быстро. Например, я задам вопрос, Антон, вот тебе даю минуту, напиши, пожалуйста, что там для тебя является самым главным в жизни. Ты перечислил, вот твой самый поверхностный список твоих ценностей. Дальше мы начинаем разными родами упражнениями, разными родами подходами дотачивать его. Появляются другие, появляются еще одни. Потом мы собираемся компании, топ-менеджменты, и вот начинаем обсуждать, что для них важно, что является приоритетом, на что они готовы пойти, на что они готовы. Из всего этого формируется список ценностей. Вот, например, мы также работали в прошлом году с администрацией Ленинградской области, у них они принципы называются. И вот один из принципов – мы поощряем инициативу, мы инициативны. То есть, казалось бы, такой принцип, а это базовая ценность. Они все хотят дарить инициативу людям. Вот, поэтому ценности – это внутри, из человека, наружу. Но, чтобы еще раз было, знаешь, как сказать, очень четко, понятно и просто, я сейчас… у меня тут всегда лежит какой-нибудь листочек. Я тебе попытаюсь это сейчас очень быстро нарисовать. Вообще, что такое… почему мы говорим о ценностях? Ну, во-первых, первое, что надо понимать, что ценности, они не видны. Почему? Если представить человека в виде, знаешь, вот такого айсберга, например, там, да, вот, это надводная часть, да? Что мы видим с тобой, наблюдая за человеком? Верхнюю часть. Ну, а вот что ты можешь сказать о человеке? Что ты можешь увидеть у человека? Ну, не знаю, его слова, его внешний вид в таком формате. Да-да-да, поведение. Поведение. Мы говорим о том, что мы видим у человека поведение. А вот поведение является результатом его ценности. Тогда у нас получается, и их не видно. Соответственно, если мы говорим там, чтобы влиять на поведение, нужно заходить в ценности. Почему так важно ребенку объяснять, что такое хорошо, что такое плохо? Потому что, когда возникает момент выбора перед тем, как поступить, ребенок, зная, что такое хорошо, что такое плохо, поступает так, как хотят, что такое хорошо. Хотелось бы, конечно, в это верить, да. Вот. Поэтому каждый раз, когда перед работником в организации наступает выбор, как поступить, если он заглядывает в себя и находит идентификацию с ценностями, и это происходит за секунду, там, знаешь, мозг еще не был, то он поступает так, как поступает компания. То есть, в чем необходимость ценностей для руководителя? Знать, как поступят сотрудники в любой момент времени. Если этого не делать, то получается каждый раз, в каждый момент времени, каждый сотрудник будет по-своему интерпретировать, как ему поступить. Вот вся разница. Слушай, мысль простая, но, блин, только сейчас меня проняло. Да? Вообще, все гениальное, как ты знаешь, просто. Скажи, пожалуйста, ты вытаскиваешь ценности из собственника? Ну, или там, из директора? Для начала. Для начала. Есть ли такое, что, ну, вы знаешь, эти ценности не бьются своими ценностями? Ты говоришь, не, ребят, это не экологично. Я здесь вообще не играю никакой роли. Моя роль отстранена. Моя роль – фасилитация. Моя роль – это как бы вот, видишь, тут я тебе говорил, дети начинают подходить. Привет, привет. Вот, моя роль – помочь вытащить, помочь увидеть их в себе, понимаешь? Помочь посмотреть именно себя. Но, понимаешь, то, что ценник написал, собственник написал ценности на листочке, это совсем не значит, что именно эти ценности будут приняты. Потому что после того, как ценности проходят проработку с топ-менеджментом, мы всегда запускаем на абсолютно анонимное голосование всей компании вообще. И люди добавляют свои, голосуют. И только лишь после того, как большинство, большинство людей в компании проголосуют за эти ценности, они берутся к исполнению. А бывает такое, что, опять же, к вопросу не экологичных целей, бывает такое, что ты их выявляешь и вся компания берет их там, не знаю. Ну, вот знаешь, как Белфрод, да, вот этот вот Волкс, Волл-стрит, да, к примеру. Ну, огромное же количество в России, в мире есть таких же людей, которые просто вот, ну, лишь бы бабло. Нет, а почему? Если это, вот смотри, еще раз, это же не моя компания. Это собственник создал эту компанию, он ведет ее в жизнь, люди приходят к собственнику за этой идеей. Если для них главное бабло, то у них ценность будет бабло. Просто об этом они открыто говорят. И это не плохо и не хорошо. Когда ты приходишь к ним и говоришь, слушай, Антон, вот у нас самое главное бабло, мы готовы с тобой работать, но ты должен понимать, что наша цель – деньги. Давай, погнали. Ты просто переориентируешься, и у тебя будет выбор. Ты с ними работаешь или не работаешь? Но есть очень классная штука, и как раз ее придумал Дмитрий Ялов, это заместитель губернатора Ленинградской области, мой товарищ, с которым мы тоже через вместе со Сколково, когда мы начали делать вот эту программу с ценностями, с принципами, он говорит, слушай, а давай спросим людей, а есть ли что-то другое? И мы с ним копнули глубоко и спросили людей, скажите, а как вы считаете, наряду с ценностями есть антиценности? И мы узнали все, что думают люди. И в книге ценностей администрации Ленинградской области, Комитета по экономическому развитию Ленинградской области написаны принципы и антипринципы, с которыми мы боремся. То есть, понимаешь, например, принцип, например, активность, да? А антипринцип – моя хата с краю. И мы говорим, мы стремимся уйти от антипринципа к принципу. Вот это честность, понимаешь? Вот она, честность, возведенная в уровень корпоративного управления. Зафиксировал, да. Честность. Вообще, честность – это такая основная история, которая… То есть, быть честным перед собой, перед сотрудниками, соответственно, перед клиентами. У меня вопрос к тебе как к личности, как к предпринимателю. Скажи, пожалуйста, что сподвигло тебя уйти… Наверное, ты отвечал на этот вопрос, но мне тоже интересно. Что сподвигло тебя уйти из… В принципе, ты банкир, ты крутой человек, ты там, блин, ты банк поднял неплохо так и продал, и у тебя опыт продажи банков колоссальный. Почему ты ушел вот в такую сферу консалтинга, в совершенно другой мир? Зачем? Есть официальная версия, есть неофициальная. Тебе какую? Неофициальную, конечно. То есть, как бы официальную я читал. Смотри, я пришел в банк в 2000 году, когда мне было 30 лет. Это было мое первое место работы. Я никогда нигде до этого не работал. Извини, перебью. Ты писал, что ты до этого был предпринимателем. Да, я был предпринимателем. Я с самого раннего детства, можно сказать, предприниматель. Я первые деньги копил, искал. Там, знаешь, мы зарабатывали с другом. Я жил в маленьком очень городе, Комсомольске-на-Амуре. И к нам звезды заезжали только в одном случае. Ну, как бы тогда это были Роза Рымбаева, Стас Намин, Александр Розенбаум. И вот они приезжали, а уехать вечером уже не могли. Поэтому они оставались на ночь, чтобы уехать на следующий день. Поэтому было два концерта всегда. В городе был большой такой стадион, назывался, сейчас как вспомню, как же он, «Авангард», что ли. Да, что-то в этом роде. Да, по-моему. Вот. И мы... А я ходил на УПК, если ты не знаешь, что это такое. Это учебно-производственный комбинат. И там ты выбирал... Абежаешь, конечно, ты тоже ходил. Да, профессию. У меня была профессия фотограф. Мало того, у меня была еще корочка такая, фотограф. А корочка в советское время значила все. Так вот, мы пробирались на этот стадион, фотографировали всех этих звезд, ночью печатали фотографии, а потом продавали их перед входом на стадион. Я помню, что Роза Рымбаева сама подошла и купила несколько своих фотографий. Да ты прям шоумен. Да, потом получилось так, что, ты знаешь, простые вещи. То есть мы жили очень скромно. Я воспитывался без отца, меня мама воспитывала, да. Я поступил в педагогический институт. И так получилось, что каким-то чудесным образом из всех студентов меня одного, а у меня, видимо, потому что я очень хотел этого в жизни, поотправили. Пришла разнарядка тебе написать четыре лизы, выбрать четырех студентов, которые могут поехать учиться в США. Это был 89-й год. И почему-то вот так... Еще раз, в Комсомольске на море? Да. В США? Да. То есть в пединститут пришла разнарядка, что надо отправить там одного-два студентов научиться в США. Да, я в США всегда мечтал. Вот так получилась моя мечта, она потом много раз исполнилась, я уже и учился там на Аляске в университете Анкориджа, и просто так путешествовал. Вот, короче, и представляешь, и тестирование английского языка должно было пройти в Ташкенте. Первый раз я вообще в жизни буду куда-то... Конечно, Комсомольск на море. Подожди, Комсомольск на море в США через Ташкент? Да, вот как-то так, я не знаю, почему. Самое, как вам представьте, ребенок, первый курс института, в феврале, Комсомольск минус 30, Ташкент плюс 20. А мне мама собрала какую-то сумку с какими-то вещами, то есть я должен был прийти в Ташкент, переодеться из шубы, валенок там каких-то, в какую-то одежду. В общем, смысл следующий. Но мой предпринимательский ум заметил простую вещь. Почему-то в Ташкенте продавались дубленки, знаешь, обыкновенные такие дубленки с песцовым воротником. И когда я приехал, у меня был товарищ, ну его сейчас нет уже живых, к сожалению, вот это мой партнер бывший. Я ему говорю, слушай, представляешь, говорю, а там дубленки продаются. И мы посчитали, что если слетать в Ташкент, взять немножко денег, привезти немножко дубленок, и то получается, что у тебя как бы получается прибыль. А тогда именно вот началась эта перестройка, ускорение там. И вот мы стали ездить в Ташкент ровно до тех пор, пока там нас не кинули, и мы улетели оттуда без копейки денег. Потом пошло дальше, пошло дальше. Потом первый кредит мы взяли, миллион рублей по тем деньгам, не знаю сколько, по нынешним, там 1010, наверное. Потом первый телевизор купили, потом открыли первый магазин, потом открыли несколько магазинов, потом купили несколько магазинов, а потом благополучно обанкротились. Я помню, наш кредит, который нас похоронил, был 600 миллионов рублей под залог недвижимости двух магазинов, под ставку 180% годовых. Вот! 180? Да, у нас появились конкуренты, и так как мы не понимали ничего в экономике, начали с ними ценовую войну. Соответственно, ушли ниже себестоимости, надо гасить кредит, начали все отдавать, все потом понеслось, 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 понеслось. В результате не бизнес, а ничего. И вот ты так пешочком идешь, мимо того магазина, который раньше тебе принадлежал, у тебя просто денег нет. Ну ничего, все заново, 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 заново. Я пошел учиться, получил второе высшее образование экономическое, поехал в Америку, поучился. И случайно, мне нужно было ехать в Японию, я зашел в банк. И как раз в банке, где мне нужна была карточка виза, была женщина, которая выдавала нам тот злополученный кредит. Она говорит, о, привет, привет. Мы с ней разговаривались. Я говорю, слушайте. Она говорит, ну давай сейчас поговорим. Берет, надевает тапочки, выходит, закрывает банк на ключ, садится, достает курочку, начинает кушать. Я говорю, слушайте, а как же вы закрываете? Я уже в штатах получился. Я говорю, обед, он же клиент. Я говорю, да ладно, не парься, что-то эти клиенты. Я говорю, нет, она по-другому. Она говорит, надо по-другому. вот есть у меня место замуправляющего, приходи ко мне на работу. Я говорю, а кто у вас принимает решение, чтобы на работу прийти? Она говорит, а в Хабаровске. Я поехал в Хабаровск по своим делам, захожу в банк. Я говорю, здрасте, я из Комсомольска, я знаю, что у вас есть там место замуправляющего, хочу к вам прийти на работу туда попасть. Как приняться? Они смотрят на меня, говорит, какой-то из деревни парень приехал какой-то там. Ну, я оставил свой телефон, мне перезвонил председатель правления Сергей Николаевич Власов, он долгое время потом управлял банком Восточный Экспресс и принял меня на работу, дал мне шанс. Я ночевал с книжкой «Банковское дело» первые полгода, потом через месяц уволили эту управляющую, я стал управляющим, там, потом доп. офис стал самым большим, самым активным, потом переехал в Хабаровск, потом в Москву, потом один банк, второй банк, там организация Росбанка, слияние с группой банков ОВК, потом мы упаковывали Инвестбербанк, продавали его группе банков ОТП, то есть ОТП-банк, это мы его делали тоже своими руками. Потом мы купили свой собственный банк, ну, дальше ты уже рассказывал. Почему у тебя нет книги? Я сейчас сижу прям, знаешь, такой «Вау!» У меня есть идея тоже написать книгу, у меня есть партнер прекрасный, Эдуард Дубинский, вот мы с ним вместе проживали вот эту покупку банка, и ты знаешь, это просто что-то. Я тебе расскажу один буквальный пример. Я работал три недели, неделю уезжал в Москву, семья была в Краснодаре, а Эдик прилетал на одну неделю, он жил в Нью-Йорке и улетал обратно. И вот однажды я говорю, слушай, Эдик, я улетаю, как бы там в Москву ты побудешь. Он говорит, хорошо. Суббота, утро, он мне звонит, Рома, у нас нашу вывеску срезают. Я говорю, в смысле, как срезают? У нас такой, представляете, вот такой большой-большой козырек, на нем было написано «Кубань Банк». Мы арендовали у собственника этого там здания. Какие-то уроды пришли и начали срезать. Он там в шоке, американец, русский, но для него это вообще было просто, знаешь, как мы там выжили, это было просто вообще нереально. Для примера тебе могу привести просто пример, что один из наших заемщиков, который очень, ну, как бы, так сказать, подставил нас банк, вот, мы там ничего не смогли с него получить. Вот недавно пришла информация, что его застрелили в Краснодаре. Поэтому дикий мир по-прежнему, как бы, продолжает быть. А мы такие приехали, знаешь, такие, как сказать, ух, открытые. В общем, короче, он говорит, что делать, вывеску срезают. Короче, на его глазах срезали все буквы наши «Кубань Банк», сложили и ушли. Он пытается понять, что происходит. Оказывается, арендодатель сдал козырек в аренду новому арендателю, потому что, ну, как бы, а у нас, он просто с нас эти деньги не брал, потому что он нас не спрашивал. Просто решил сдать. Нас не уведомит. Представляешь, вот в таких условиях мы делали бизнес. Или еще, расскажу случай. Представляешь, подходит ко мне Эдик и говорит, слушай, а ты в туалете был? Ну, представляешь, офис такой большой, нормальный, классный. Я говорю, ну, был. Я-то привычный парень, я говорю, из Дальнего Востока. Он говорит, а там унитаза нет. Я говорю, да как унитаза? Есть там унитаз. Он говорит, слушай, а можно я в женский загляну? Я говорю, да загляни, кого нет. Это только мы приехали, вот, кубан-бан, купили его, там, знаешь, как бы. Оказывается, знаешь, есть такие унитазы, где просто такой, как бы, чаша гена. Ну, там, не садишься на него, а, как бы, там, вот там просто дырочка такая в полу. Ага, да. Понимаешь, да? Бывают такие, иногда встречаются. Эргономичный дизайн, как говорят китайцы. А Эдик мне говорит, слушай, Ром, так нельзя. Я говорю, ну, как бы, я, знаешь, я, как бы, понимал, что он, как бы, ну, я говорю, ну, да, вроде как нельзя. Он говорит, нет, так нельзя. Я говорю, хорошо. Это был четверг или пятница, утро. Мы в 12 часов пишем объявление, что по техническим причинам бан закрыт, отпускаем всех с работы. Едем за свои деньги на ближайший строительный рынок, покупаем два унитаза, нанимаем людей, и в понедельник люди приходят, и у них унитаз, туалетная бумага и освежитель воздуха. И у людей шок. Вот после этого они поверили в то, что изменения в их банке могут произойти. Вот, представляешь, вот такими простыми примерами иногда ты можешь вдохновить команду. То есть, человеческий, быть человеком, прежде всего. Да, просто, ты знаешь, я всегда вот, знаешь, такой, у меня есть друг, он хоть младше меня по возрасту, но я его считаю своим наставником таким. Мы с ним как-то разговаривали, таким, духовным таким, да. Он говорит, просто, слушай, так легко же всегда говорить правду. Я вот, например, когда веду коучинг, да, и когда я чувствую, что клиенты, например, там, не в состоянии заплатить или что-то еще, я говорю, слушайте, можно я вам скажу правду? Я не хочу вас брать, я не могу вас брать, потому что, во-первых, а, я не хочу подбирать риску вашей жизни и так далее, и так далее, и так далее. Я вам говорю, что делать. Я прямо готов даже с вами позаниматься бесплатно, потому что я могу себе это позволить. Вот, и как бы я от этого испытываю просто, знаешь, колоссальное удовольствие от того, что ты, ну, как бы, честен. Тебе не надо ничего сказать, ты просто честен. Вот ты меня спросишь, я тебе все отвечу. Так почему ты пришел к бизнес-спикере? Дальше. Так вот, я тебе говорю о том, что я был предпринимателем всю жизнь, получается. И даже банк, который мы купили, это чистой воды предпринимательства. Ну да, купи-продай. Да, а потом, да, нет, не в этом смысле, а предпринимательство, когда ты берешь актив, который лежит на боку, и ты из него стараешься... Да, 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 я прошу прощения, неправильная вырезанность. Да, 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 купи-продай, это все правильно. Это не растащичество, которое там, как вот с дубленками, да, это первоначальный этап. Тут все-таки как бы на питание ценностью, и на питание, ну... Ты знаешь, это вот, я сыну своему рассказываю анекдот. Он говорит, папа, он еще маленький был тогда. Я говорю, папа, ну что такое банк? Я говорю, вот знаешь, а я тебе анекдот расскажу. Тоже один сын подходит к сыну банкира, и банкир ему говорит, слушай, принеси из холодильника масло сливочное в руках. Тут жал, принес. Подержи немножко. Ну, подержи. Поднеси. Масло у тебя есть? Нет. Сын отвечает. Не, неправильно. А ручки-то жирные? Да. Вот. Ну, в общем, получилось так, что я после того, как мы продали банк, поступил в бизнес-школу Сколково. И ты знаешь, именно тогда, я не знаю, как сейчас, я уверен, что точно так же круто, но тогда для нас это было, знаешь, как будто ты заходишь на борт космического корабля. И мы смотрели из окон кампуса на жизнь, как будто там плюс 5 лет назад. И я впервые, наверное, тогда столкнулся с такого качественного рода профессорами, людьми, подходами к групповым работам. Вот это после того еще, знаешь, мы, я был юнгой, на Крузенштерне мы ходили со своими коллегами со Сколково. Я поднимался вместе с ними к Вересу на базовый лагерь. И вот это все, оно, знаешь, ну, как бы, сдало такой, как бы, мощный импульс, что мне захотелось делиться знаниями. Прямо реально рассказывать. И я после того, как после Сколково я еще там поработал в двух финансовых активах. Один на Кипре. У меня, кстати, прекрасная работа была. Представляешь, я сидел на Кипре и покупал банк. То есть общался там с Европейским банком, с Европейским центральным банком. Это был август месяц. Что еще можно представить? Идеальная работа. Работа мечты. Сидишь на Кипре, покупаешь банк. Секарно. Да, шикарно. В общем, как бы мы как раз тогда одному собственнику сказали, знаешь, который нас туда послал, говорит, не надо покупать банк. Мы говорим, почему? Говорю, вот мы чувствуем по таким-таким-то обстоятельствам, что что-то не то. И как раз бахнулся кризис на Кипре. И вот мы ему спасли 20 миллионов евро. Вроде немного, но приятно. Ну, кому немного, а кому нормально. Да, да, да. Ну, там была не полностью покупка банка, а там доли банка, а потом для того, чтобы его полностью уже подвозить. Это был первый такой транс. Вот. Соответственно, а потом я поучился. Я понял, что вот в рамках одного банка мне неинтересно. И еще, почему я пришел? Ты же говоришь про бизнес-завтрак. Я работал и в 2012 году придумал этот бизнес-завтрак. Я уж не знаю, откуда это получилось. Как мне это в голову пришло? Но я помню, что, наверное, там был замешан мой однокурсник Костя Машанский. Вот. И он говорит, ну, давай как-то вот там что-ли людей потусим. Я, если ты помнишь, был вот в Москве у нас в саду театра Моссовет Старлайт. Прямо на Маяковке. Конечно, я был. Я вот как-то там, я, короче, а LinkedIn тогда у меня был только единственный. Я написал, друзья, кто хочет позавтракать, приходите. Распечатал на принтере, типа там LinkedIn. Кто из LinkedIn на бизнес-завтрак, кто сюда? Предошел к официантке, говорит, слушайте, вот у нас будет 5 человек, сколько у вас средний чек? Она говорит, ну, прям 1000 рублей. Вот вам 5000 рублей, если никто не придет. Ну, разрешите мне повесить листочек, что те, кто придет, могли меня найти. И вот так первые там получились LinkedIn, в этом там собирались. Потом были ребята, которые мне помогали, из тех людей, которые пришли. Потом мы переехали в другое кафе, а потом уже окончательно переселились в ресторан. Был такой прекрасный Амстердам в гостином дворе, где у меня, кстати, офис банка был, в котором я финально работал при отправлении. И вот там понеслось. Это и звезды, и бизнесмены, и руководители. Там Олег Туманов, помню, прекрасная фраза его, основатель и директор Иви.ру. Он говорит, можно всю жизнь идти правильной дорогой, но оказаться в неправильном месте. Слышал эту фразу, да? Да. Вот. Как вот, забыл? У меня даже книга есть у Олега, да? Да, хорошая книга, да. Вот. Потом, ну, в общем, много-много было разных людей. Боб Дорф приезжал к нам. Джон Шолл, я с ним там подружился. Боб Дорф говорит, хотите что-то достичь, поднимайте свою задницу, идите на улицу и спрашивайте клиента, что им надо. Вот. Джон Шолл говорит, все знают про сервис, но никто не делает, что все знают. Ну, Шолл, да, он такой. А ты про Белум, с которым у меня сложились прекрасные отношения. Мы с ним дружим до сих пор. В общем, очень много-много приятных людей. Практически со всеми у меня с ними сложились очень хорошие личные отношения. Ты сейчас закрыл, да, бизнес-завтрак? Да, бизнес-завтрак в том формате, в котором был, закончился. Я потом проводил бизнес-завтраки на радио Медиаметрикс. Да. Четыре года был радиоведущим. У меня была своя программа, она тоже так называлась бизнес-завтрак. Вот. И сейчас, после пандемии, я даже, честно говоря, не знаю. Там, по-моему, у нас пока радио не восстановилось, так что вполне возможно, может быть, вернусь к подобного рода эфирам, как вот делаешь ты. Вот на меня радио Метрикс, я был у Николая Петерина, он сейчас в... Где же он? Он раньше был в сфере, до этого. Он сооснователь банка точки. И вот как раз я в первый день, когда отменили пандемию, мы в первый день переехали на радио. Нас слушало там 2700 человек, мало, но как бы это был просто вот первый день после пандемии, так что радио работает, если что. Круто. Слушай, вот как раз ты вот сейчас начал говорить про следующий блог, который меня очень интересует, я хочу поспрашивать тебя о нем, о продвижении, о твоем продвижении, о фишках и прочее. Какой самый лучший способ продвижения в твоем сегменте бизнеса? Как ты продвигаешься? Поделись. Что работает, что нет? Давай я тебе расскажу теперь неофициальную версию, да? Помнишь, это была все официальная, да? А, это была официальная? О, боже ты мой. Давай, давай. Смотри, когда я уходил из банка, я верил в то, что бизнес-завтрак это будет бизнес. Я верил в то, что это будет работать, что можно продавать спикеров, что можно продавать платный контент. Мы впервые записывали видео, продавали. Андрей Парабелло тогда только запустил бизнес-мод, ну, как бы там, запустил свой инфобизнес, бизнес-мода взлетала. Но в тот момент времени он был чуть-чуть опережал время. И, соответственно, как бы расходы, когда я был представителем направлении, у меня были деньги, зарплата, я мог на эту зарплату там жить, там содержать бизнес-завтрак, все остальное. А потом в какой-то момент времени, когда ты ушел, тебе нужна была экономическая модель. И я понял, что она не летит. И попытки монетизировать бизнес-завтрак, как сделать его средством зарабатывания, не взлетело. Я даже делал потом еще большой бизнес-завтрак. То есть мы, помимо утренних, мы потом приглашали спикеров, делали обучающие мероприятия на целый день. Мне в этом смысле очень Таня Анисимова помогала. Огромный тебе, Таня, привет. Она, кстати, будет у нас в эфире через две недели. О, прекрасно. Замечательная, удивительная девушка. Я ее знаю много-много лет. Мы с ней работали на Дальнем Востоке тоже. Она сейчас очень взлетела просто на недосягаемую высоту с точки зрения понимания ивента, индустрии, туризма. Вот, соответственно, и мы какой-то момент поняли, что дальше это не летит. И бизнес-завтрак физически пришлось закрыть, потому что это было дальше уже только одни расходы, 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 расходы. Мы еле-еле в ноль выходили. Вот, и потом наступил момент, когда она была переосмысливать, пересобраться. Наверное, 14-15 годы, года, меня вообще было не видно, не слышно, я пересобирался. Пересобирался с точки зрения понимания, что же мне делать. И вот, знаешь, а когда ты пересобираешься, ты зачастую можешь впадать в спячку, ты ждешь, когда же тебе придет эта идея светлая. О, какой же ты там, что же тебе делать, с чего же начать. И потом где-то, не знаю где, я уже, знаешь, там что-то слушал. И была очень простая мысль, что если ты хочешь что-то делать, понять в размышлениях это невозможно. Можно понять только в действиях. И я начал с самого простого, вот прям самое простое. Я себе поставил задачу помочь людям развивать свою карьеру. Это просто, что лежало на поверхности. Я говорю, ребята, я всем вам помогу сделать классное резюме, помогу вам найти свою работу, найти себя в призвании. И я начал просто карьерно консультировать. Это был просто, знаешь, такой хобби. Потом я стал выступать на эту тему. У меня очень много контента на тему карьеры. То есть, и тогда я потихоньку начал приходить к тому, что карьера, это в основе карьеры является человек. Потом человек, персональная стратегия, потом ценности, потом тренинги, потом все остальное, все-все-все-все-все. И просто, что я делал, я писал о том, что я делаю в своем фейсбуке. С точки зрения продвижения существует всего две модели. Органическая и платная. Органическая модель, когда ты впахиваешь с утра до вечера, пишешь, пишешь. Вот дисциплина. Ты пишешь каждый день по одной статье и за 3-5 лет тебя могут начать читать. Если ты пишешь, это интересно. Но могут и не начать. Параллельно с этим я выступал, ездил по городам. Спасибо большое компании «Генеральный директор», где мы с ней объехали всю страну за 3 года. Я выступал. Я отточил навыки публичного мастерства. Я сделал свои классные презентации. Я умею держать аудиторию. И так далее, и так далее, и так далее. Все это позволяло тебе делать. Также там бизнес-завтраки, YouTube, радио, все это комплексно является продвижением. Но в основе продвижения, как мы с тобой уже определились, лежит личность. Можно впалить миллион долларов и сделать так, чтобы тебя читали. Но когда за тобой, за твоей душой нет ничего, когда пустота, рано или поздно это откроется. И вот тогда возникает вопрос, ответ на твой вопрос. Прежде чем заниматься продвижением, надо понять, кто ты, что ты, что ты хочешь, какую цель достигаешь. И можешь ли ты, когда ты станешь действительно известным, что-то сказать. И дальше все. И у тебя есть выбор. Я использую сейчас оба метода. И платный, безусловно, мы там продвигаем какие-то наши мероприятия трафиком. И органически. Вот, например, я сегодня написал, мне уже несколько людей позвонили лично. Понимаешь, я очень открытый в этом смысле человек. Мне люди могут звонить, сказать, слушай, и поделились. А вот у них там, мне позвонил человек, у него там с дочерью были проблемы. И мы с ним буквально обсудили несколько вопросов, как это нужно. Опять же, почему сегодня этот пост родился? Потому что я готовлю для Сбербанка коммерческое предложение, надо выступить перед их наставниками. А чтобы разобраться с наставниками, я изучил глубоко тему наставничества и, соответственно, наставляемых. А кто такие наставляемые? Это поколение Z. Соответственно, надо было понять, что и тот же самый Сбербанк, я всем рекомендую родителям почитать исследования Сбербанка о поколении Z. Там очень много полезно. То есть, по сути, наши парадигмы воспитания сталкиваются с совсем не тем, что мы привыкли делать. Вот тебе, пожалуйста, ответ на все вопросы. Поэтому, почему пришел спикер, я поверил в то, что тогда это возможно. На какой-то момент это работало, потом оно упало, и мне потом пришлось заново себя собирать для того, чтобы уже пристать тем, кто я есть сейчас. Ты правильно понимаешь, что надо впахивать и не факт, что это может выстрелить? Не факт. Не факт. Вот это вот желание некоторых там, не то чтобы многих, хотя может быть и многих, то что прям, вот я сейчас там типа за месяц, за два, за три раскручусь и я прям супер красавчик. У меня личная пара. Это иллюзия. Это иллюзия, Антон. Это иллюзия. Такого не бывает. Во-первых, понимаешь, можно раскрутиться, но что за тобой там внутри? То есть, да, ты можешь взлететь, если у тебя есть хороший инвестор, он тебя подняет, а дальше-то что? Вот очень важно. Если есть что дальше, тогда все нормально. И еще очень важный момент. Понимаешь, не просто впахивать, впахивать просто тупо в одном направлении это глупость. Как говорил наш профессор из Сколково, вот мы все думали, что стратегия это некая, знаешь, такая прямая линия. Вот ты фигачишь напрямую вот туда, вот прям вот, должен попасть туда. Нет, стратегия, ты идешь, упираешься в стену лбом со всего размаха. Думаешь, блин, приперся. Потом поворачиваешь голову направо, там нет пути. Поворачиваешь налево, там есть, идешь. Сейчас какое-то время для тебя уже это становится прямой дорогой. Ты бежишь уже, думаешь, все, вот она стратегия, ты нашел. Хлоп, снова, снова налево, направо. Стратегия, это блуждание в лабиринте, потому что постоянно возникают новые обстоятельства, новые возможности, и ты их взвешиваешь, смещаешься у тебя ресурсами. Поэтому вот это называется адаптивная стратегия. Давай поговорим о тебе. Давай. Как о личности. Мы все такое-то и делаем с тобой. Нет, ну я имею в виду все-таки твое отношение к разным вещам, а тут я хочу про личность. Смотри, ты говоришь, ну как говоришь, ты являешься коучером, 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 не коучером, а коучем. Если у тебя вообще психолог, свой личный, свой коуч, как ты вообще относишься к своему какому-то... У меня есть наставники разные для разного рода решения разных вопросов. Давайте я перебью. Вот терминология, да, вот наставник. Чем он отличается от коуча, от психологов твоей? Это важно. Коуч помогает тебе, задавая тебе правильные вопросы, работая в интересах тебя, помочь тебе самому сформулировать нужные тебе выводы. То есть не за тебя, а ты сам. И когда мне необходим, у меня есть друг близкий, я приезжаю к нему, мы с ним разговариваем, он задает мне вопросы и просто дает мне возможность выговориться. И я тогда понимаю и спрашиваю его мнение уже как наставника или как ментора. И он тогда мне дает обратное связь. Я получаю и то, и другое. Например, мне нужно прокачаться в какой-то очень важной вещи. Например, не знаю, от Андрея Парабелова. Он великолепно сейчас делает виртуальный коучинг. Я это пока не делаю на таком уровне, на котором бы мне хотелось. То есть я знаю, что сегодня его команда, она помогает людям стартануть, если за тобой действительно что-то есть в голове, потому что первое, о чем они говорят, это продукт. Достаточно хороших финансовых показателей. Мне нужно эту компетенцию, я приду к нему, и он будет моим наставником в этом. Мне необходимо было, например, я недавно, у меня был заказ на то, что нужно сделать такое интересное мероприятие out of the box. Мне нужно было расширить сознание сотрудников компании. Представь пример, вот крупная компания, они сверстали бюджет. Бюджет не амбициозен. Есть месяц еще для того, чтобы как бы что-то изменить. Меня приглашают собственники, слушай, а ты можешь сделать так, чтобы мои люди придумали амбициозные цели? Я говорю, да, могу. Я понял, что я могу, но понял, что одного и двух элементов мне не хватает. Я позвонил своему знакомому Татьяне Мужицкой, уникальный человек. Я говорю, Таня, мне нужна твоя помощь, научи меня в том-то, в том-то и в том-то. Она говорит, да, хорошо, все, я получил нужную мне компетенцию. Мы за месяц провели новый тренинг, называется расширяй границы, расширяй горизонты. Ребята весь месяц, получается так, мы делали сессию стратегическую на то, чтобы они научились мыслить вне рамок. Потом у нас было две, каждый из них получил проект. Потом каждую неделю начались на пицца-пати, вечером размышляли. Посередине была еще маленькая сессия. В конце этого месяца они защищали проекты плюс 30% в годовом бюджете. Идей, которые мы получили за месяц. А если это делать постоянно долго, если внедрять методики креативного мышления, кстати, это вот отдельная еще тоже тема, поэтому как, как не просто сегодня, вот понимаешь, мы толчемся вокруг таких вот простых вещей, а вот на самом деле же не зря говоришь, что у него soft skills это рулит вообще. Soft skills это вот понимание critical thinking, creative thinking, positive thinking. Это вот все вещи, которые тебе расширяют твое восприятие мира и дают тебе совсем другой подход на решение простых задач. Да, простые задачи надо решать просто, а интересные задачи надо решать интересно. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что если у тебя есть какой-то запрос, то надо не бояться пойти и спросить. Не просто надо не бояться. Понимаешь, сегодня мы уже не Михаила Ломоносова, где ты человек, университет в одном. Есть огромное количество людей, которых я очень уважаю, которые профессионалы в чем-то конкретном. Зачастую мне необходимо по работе получить нужную компетенцию. Эту компетенцию можно получить, получив образование, прочитав кучу книг или просто пойти и поработать с наставником. Тем самым, помнишь, как матрица. Загрузите мне быстро инструкцию по управлению вертолетом. Вертолетом, да, да. То есть, по сути, для тебя ментор становится той флешкой, которую ты вставляешь себе в мозг, все, и ты поехал. То есть, это нормально. Потому что есть бытует мнение, что типа многое синдрома самозванца, что типа вот это все поверхностное, что вы не глубокие, вот эта вот история, что типа надо... Мы не можем быть глубокими во всем. Но есть люди, которые профессионалы. Ты берешь и покупаешь у профессионала его время. Вернее, ты покупаешь свое время за знания этого профессионала. Это наоборот, это прекрасно. Сегодня этот мир, который позволяет тебе шарить твои знания. То есть, шею от английского раздавать. И люди именно этим и занимаются. То есть, профессионалы, они работают в том, что нужно отдавать свои знания. Расскажи, пожалуйста, бывает ли такое, что накрывает депрессия, печаль. Ну, как ты с этим работаешь? Есть у тебя какие-то фишечки, которые можно поделиться? Как из этого состояния выходить? Смотри, во-первых, мы все люди. Да? Ну, как бы, да. У всех у нас есть психика. Если, например, представь, нормальная психика, она вот такая. А если у человека вот такая психика, ровная, то на что тебе это напоминает за кардиограмму? Мертвец. Мертвец, да, все правильно. Я такой же человек, как и ты, как и все, как вот там эмоции, плещ, все остальное. Вопрос здесь, понимаешь, очень важно понимать не депрессия, да? Мы выйдем из дома, из бесконечной депрессии. Нет, не депрессия. Бывает просто... Хорошая песня, которая прям... Гимн, гимн прям. Да. По сути, мы сейчас переходим уже, знаешь, к такой интересной штуке Energy Management. Energy, энергетический интеллект. То есть, по сути, вот что такое ты? Да? Ну, это там мозг, тело. Соответственно, дальше начинаем копать. Если ты это тело и мозг, там, ну, мы сейчас без религиозных этих вещей, хотя я христианин, вот я сейчас не про это. То у тебя есть тело. Для того, чтобы ты чувствовал себя постоянно в хорошей форме, тебе надо тело, чтобы давало тебе энергию. То есть, тело что это? Мышцы и кости. Мышцы предназначили что? Для того, чтобы работали. Кости там, как бы для того, чтобы держать мышцы и кости. За пандемию я похудел на 10 килограмм. Потому что я понял, что надо... Надо и видно. Да. Крутил педали. Сейчас вот мы живем полтора месяца на природе. Каждый день это 6-7 километров пешком. Иногда бег, иногда велосипед, иногда плавание. Вот сегодня утром так получилось, что мы сегодня не поплавали, и в теннис поиграли, и побегали, и на велике покатались. То есть, это все, я сегодня встал в 6 утра, и вот до 9 я это все успел. Соответственно, дальше, чтобы у тебя было хорошее настроение, тебе нужна физика. А вот смотри дальше, что начинает. Ты когда даешь физику регулярно в виде самодисциплины, даже если у тебя плохое настроение, когда ты прошелся час-полтора, и даже просто прошелся, то ты возвращаешься домой, и у тебя уже совсем другое настроение. Но, если ты этого не делаешь, ты просыпаешься, тебе не лень, ты поругался с женой, ты поругался с детьми, ты выпил кофе вместо воды, ты посмотрел ужасные новости по телевизору, там все, то есть, как бы нет вопроса. То есть, здесь дальше начинается следующий вопрос. Первое. Тело, это значит спорт, питание, диета. Я практически, как бы там, ну, придерживаюсь практически все время постного режима питания. То есть, там, я ем ясо, там, суббота, воскресенье, остальные дни, там, например, всегда пятница, это такая вареная пища. Дальше. Соответственно, у тебя есть там питание, у тебя есть спорт. Ты уже поднимаешь свою энергетику. Дальше начинается информационная гигиена. Я вообще не читаю новости. Вот, вообще не читаю. То есть, я понимаю, что их нужно читать, когда мне нужно. Я захожу, набираю нужную компанию, получил информацию, ушел. Там, экранное время в моем телефоне примерно один час в день. То есть, как бы, я тут недавно заглянул к своей жене там шесть или семь часов. Дети то же самое. То есть, вот, понимаешь, вот это все дает возможность. То есть, сначала ты понимаешь принципы работы. Тело, это значит энергия, физика, питание. Потом ты, мозг, разум, это значит информационная гигиена. Ты заряжаешься через хорошие фильмы, хорошие книги, через размышления, через работу. Больше всего на свете я люблю работать. То есть, это знаешь, как бы, как работа является моим хобби, является моим развлечением. То есть, все вместе дает мне работу. Вот, и тогда у тебя появляется, что, когда, ну, плохое настроение, ты пытаешься понять, так, плохое настроение, погода. Ладно, отлично. Дождь, сегодня я ничего не буду делать. Вот лягу, буду смотреть в окно. Ну, и прекрасно. Полежи, в чем проблема? То есть, ну, понятно, что, если ты человек, работающий по найму, у тебя нет вариантов. Солнце или дождь, ты надел костюм и идешь. Но тогда в тебе должна быть большая осознанность и ответственность перед самим собой, а еще и перед организацией. Знаешь, вот в чем здесь очень большая проблема? Кстати, хочу тему ответственности поднять. Зачастую мы чувствуем, что вот у меня сегодня плохое настроение, вот я буду плохо работать, буду плохо клиентов обслуживать. Но люди, извини за выражение, не понимают, что в это время им организация платит зарплату. Это твоя ответственность. Если ты плохо себя чувствуешь или плохо у тебя настроение, ты должен найти себе способы саморегуляции, чтобы прийти. Дальше. Контрастный душ. Я утром обязательно принимаю контрастный душ. Афирмации. Обязательно говоришь себе добрые слова, какие-то там наставления, все остальное. Еще мой друг, мой старший наставник, как бы помог мне выработать еще одну очень важную привычку. Я иногда сбиваюсь, но я продолжаю. Это, я тебе сейчас покажу, у меня есть такая, знаешь, большая красивая тетрадка. Она такая зеленая. Она видит, что у меня это за счет фона. Ну, не важно. Фон, да. Я тебе сейчас покажу. Вот здесь у меня в конце тетрадки вот все исписано, потому что я каждый вечер пишу свои там впечатления дня, цели дня, стратегические цели жизни. И это все тебя заряжает на то, что ты что-то, ты понимаешь, что ты начинаешь как бы осознанно вести жизнь. Вообще еще, конечно, там нужно много чего еще делать. Я еще много чего не делал. Я начал практиковать медитацию. Мне очень нравится, когда ты пытаешься вот так освободить разум. Все это является способами в разного рода, так сказать, как бы комбинаторики. Ты, получается, выводишь себя из состояния не депрессии, нет, депрессия, это не впадает. Я никогда и всегда знаю, что есть ради чего жить. Жизнь – это вообще подарок. И благодарю Богу за то, что он есть. Слава Богу вообще за все, что мы делаем. Поэтому примерно так. Смотри, у меня есть последний вопрос, а дальше будет блиц. Хорошо? Вопрос такой. Хочешь ли ты вернуться обратно в корпоративный мир? И если нет, то почему? И если да, то почему? Я себе часто задаю эти вопросы. Наверное, вот просто в корпоративный мир вопрос «Зачем?». Вот очень важный вопрос «Зачем?». За очень большими деньгами на какой-то короткий вопрос «Может быть». Если сделать что-то хорошее для Родины, «Может быть». Просто пойти работать, наверное, уже нет. Какой твой план, если ты остаешься в коучерах? Обычный план. Я – это компания. Я строю свой бизнес. Мой бизнес – это консалтинговый бизнес, где есть четкие планы продаж, планы по продуктам. То есть это такая же компания. Это не значит, что я проснулся, почесал в носу, одел тапочки, хочу работать, хочу... Нет, это такая же самодисциплина. Причем она еще больше у тех, кто ходит в офис. Это просто такой же бизнес, только он распределенный. Вот мне сейчас написал дизайнер, другие мои люди делают другое. Я сейчас провожу с тобой. Позавчера у меня расписание моих выступлений и так далее. То есть все то же самое. Развиваться в своем бизнесе. Я еще планирую 15-20 лет работать. Вот поэтому впереди много всего интересного. С учетом, что мне сегодня будет... В этом году мне будет 49. А после 15-20? Пенсии. В хорошем смысле слова. То есть для удовольствия буду, может быть, вести какие-то волонтерские группы, помогать, делать все то же самое. И просто пожить уже немножко без вот этой вот, как сказать, рутины. Хотя на самом деле, наверное, нет. В таких далеких мечтах мечтаю писать сказки детские. Необычно, но интересно. Давай блиц? Давай. Я не знаю, что это такое, но давай. Ну, хорошо. Отвечай просто первое, что попало в голову. Хорошо. Хорошо. Стратегия или тактика? Стратегия. Аэрофлот или флайэмер? Ну, флайэмер – это редко летаем. Я чаще всего летаю аэрофлотом. Ну, говорят, флайэмер – это очень хорошо. Я ни разу не летал. Коучинг или психолог? Коучинг. Онлайн или офлайн? Микс. Микс. Потому что, вот, знаешь, есть очень важный момент. Нельзя все засунуть в онлайн. Человеку нужен человек. Кайф или деньги? Кайф за деньги. Или кайф с деньгами. Кайф с деньгами. Кайф за деньги. Карьера или свобода? Свобода, конечно. Самая главная... Смотри, Антон, очень важный момент. Я могу... Мне 49 лет. У меня семья, двое детей. Я, в принципе, финансово относительно успешный человек. Я могу сейчас сказать, что это свобода. Но когда я возвращаюсь назад, я недавно нашел у себя файл, который я сделал. Это действительно стратегия своей жизни. Мне, значит, 25 лет. Там была четкая написана стратегия карьера, 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 карьера. Поэтому на каждом этапе жизни свой выбор. И это не значит, что я сейчас сказал для кого-то правильно. Это значит, что каждый себе должен четко ответить на вопрос, что ему сейчас нужно для той цели, которую он себе поставил. Самая главная книга, которая повлияла на тебя? Фух, не хочется врать. Я вот, ну, не знаю. Наверное, вот я тебе честно скажу. Одна из главных книг, которая повлияла на меня в трудный период жизни, была книга, как ни странно, значит, такая бумажная Дейла Корнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние. Влияние, да. Хотя сейчас, я считаю, главной книгой – это Евангелие, где написано очень много мудрых вещей. Три совета от тебя предпринимателям, столкнувшись с новой реальностью, в жизни новой реальности. Что нужно делать? Три совета. Давай, наверное, сделаем так. Давай, чтобы мы можем попробовать не посоветовать, а некие направления мысли всем людям, всем, не важно, предпринимателям всем людям, потому что, в первую очередь, предприниматель – это человек. Понять, что для тебя в жизни важно, спросить себя, что я, кто я, куда я иду, куда я хочу прийти. Вот эти важные вопросы. Второе. На этом этапе жизни, вот сейчас, что мне нужно сделать, чтобы, а, спасти свой бизнес, сохранить свой бизнес, или развить свой бизнес. В зависимости от этих трех подходов нужно принимать решение, понимая честно, отвечая себе на вопрос, что на самом деле произошло. То есть, может быть, зафикситься там, закрыть, расстаться, потерять, но сохранить лицо. Например, выплатить зарплату, или развиться, или перейти в оффлайн, или еще что-то. Вот честно, что сейчас происходит. И третий вопрос – постараться найти время, подумать о том, а что вы реально хотите. То есть, какая цель плюс-минус там три года, пять лет, там какая стратегическая цель, вообще ради чего. Приведу простой пример. Я, ну, как бы всегда сохраняю конфиденциальность. Вот, например, там общался с одной девушкой, она предприниматель, она говорит, я сейчас хочу очень много работать. Я хочу очень много работать, чтобы много зарабатывать. Моя дочь уже взрослая, ей 9 лет, я не буду сейчас ей уделять достаточно много внимания, я сейчас совершенно работаю. Я говорю, слушай, а вот когда ты заработаешь эти деньги, а твоя дочь вырастет, и через 15-10 лет тебе скажет, мама, в самый нужный момент меня не было с тобой рядом. Тебе эти деньги оплатят вот эту глубину скорби, пустоты ребенка, которую ты выбрала. Вот понимаешь, Антон, здесь очень важный момент. Вот всегда надо быть честным. Да, можно на какой-то короткий период времени сказать, но когда ты выбираешь, например, там вот между такими важными вещами, вот, наверное, сейчас нужно уметь выбирать между правильным и нужным. Вот поэтому вот здесь взвешивать, всегда взвешивать. Или, опять же, там находить время и на то, и на другое, так, чтобы не страдало ни то, ни другое. Вот три главных направления. Первое, что делать сейчас, определиться, что нужно делать завтра, и что можно сделать так, чтобы это то, что ты делаешь, приносило тебе счастье. и сейчас, в долгосрочном периоде. Это было очень здорово, и очень классно, что мы перенесли это на утро, потому что, вот честно, у меня даже, вот правда, не видишь, но мурашки, потому что, ну, зарядил тебя я прям по полной. Я, и судя по тому, что тебе тут пишут, и Сергей Федоров говорит, спасибо за информацию, и Астра Ичар спрашивает, где ты в факультете, как он учился. В общем, люди тоже зарядились, я уверен. Да, я не знаю, где мне теперь поотвечать на эти комментарии, я поотвечаю. Ну, в Фейсбуке у тебя, ты поделился. в Фейсбуке. Большое тебе спасибо за уделенное время, хорошего тебе дня. Антон, хочу прилюдно при всех извиниться, потому что первый раз, когда я с тобой договорился, я, честно говоря, пропустил, забыл, лишь проказал свою самую недисциплинированность, но сегодня, я надеюсь, ты остался доволен нашим. Ты знаешь, мне кажется, мы сделали все правильно и то, что мы перенесли на утро и вообще, вообще, всю жизнь делается правильно. Главное, сделать. Как ты сказал, делай, а там дай. Спасибо тебе большое, хорошего тебе дня. Пока-пока. Спасибо.